Ночь, улица, фонарь, люксметр. В интернете появилась видеозапись рейда ивановских активистов Федерации автовладельцев России по наиболее аварийным перекресткам областного центра. Вооружившись прибором, измеряющим уровень освещенности, фаровцы проверили десятки пешеходных переходов. Мы находимся на одном из очагов аварийности. Этот перекресток считается опасным. Мы видим, что на столбе с одной стороны фонаря нет, с другой стороны есть. Мы замерили там, там освещенность показывает примерно 3-4 люкса. На пешеходном переходе у нас показало значение 3, и мы перешли к этому негорящему фонарю. У нас показало 1,5-2 где-то всего освещенности. Честно говоря, тут даже до одного не доходит. А началось все с того, рассказывает непосредственный участник рейда Андрей Сергеев, что активисты автомобильного движения познакомились с новым руководством и в горы электросети. Договорились организованно выехать посмотреть проблемные участки улично-дорожной сети. Но что-то не срослось. Фаровцы решили не пропадать же люкс-метру и замеры произвели самостоятельно. По итогам рейда было проверено более 30 пешеходных переходов. Уровень освещенности большинства из них не превышает 3 люксов. При норме 8. Мы не являемся истинной последней инстанцией. На это все есть и заказчик администрации города, и в горы электросети специалисты, которые разбираются в этих моментах лучше. Но у нас прибор есть поверенный, абсолютно рабочий. То есть то, что мы провели замеры, я думаю, наши их замеры не будут отличаться. И выяснилось, что действительно процентов 30 всего от положенного уровня освещения. Вы в горы электросети на видеоролик отреагировали неоднозначно. Прибору энергетики верят, а вот в человеческом факторе сомневаются. То, что я видел на ютубе, познакомился в ближайшее время, то, что не показывали. Я не согласен с тем, что специалисты, назовем их так, ходят с люкс-метром и на ходу делают показания. Если обратиться к нормативно-технической документации, то мы видим, что при измерении освещенности на объекте нужно иметь не меньше 15 контрольных точек, что отражается, соответственно, в протоколе. К тому же на показания сложного прибора могло повлиять множество факторов. От упавшей на него тени до мобильного телефона в кармане измеряющего. Фаровцы на это парируют. Все верно, они говорят, но мы же не идем в суд, мы же не говорим, поэтому мы и пришли к ним. Пожалуйста, пригласите нас к себе и мы будем вместе смотреть, что же у них там получается на их приборах с их поверенными сотрудниками. В показаниях прибора можно сомневаться, но как не поверить собственным глазам. На многих пешеходных переходах видеоролики темно, и это видно без измерений. Как нам сообщили, в Ивгор электросети сигнал принят и будет рассмотрен в порядке очереди. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, Алексей Гарин, РТВ Иваново.